МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы приветствуем всех, кто прямо сейчас смотрит Универ-Ньюс. Ежедневно наша команда готовит для тебя только самые интересные новости. И этот день не стал исключением. Сейчас вы узнаете, что произошло в стенах Казанского федерального. С вами Аделья Шемилова. И прямо сейчас я расскажу вам самые любопытные подробности прошедших событий. Итак, приступим к главной теме дня. Новые высшие школы, почетные награды и неизбежные перемены. Все это и не только обсудили на ученом совете Казанского федерального. 1 апреля ушел из жизни Евгений Евтушенко. Настало время подвести итоги. В КФУ завершилась вторая всероссийская олимпиада имени Лобачевского. Казанский федеральный вновь переживает очередные изменения. А именно, назначен глава математического блока университета. Один из институтов ожидает скорейшая реорганизация. И уже утвержден новый список научно-педагогических кадров. Все эти вопросы вошли в повестку дня состоявшегося ученого совета КФУ. Какие теперь изменения ожидают все технические направления, когда откроются новые высшие школы и кого можно смело назвать заслуженным сотрудником университета, смотри в нашем следующем сюжете. 31 марта в Казанском федеральном университете состоялось очередное заседание ученого совета под председательством ректора КФУ Ильша Тагафурова. Отметим, что совет собрался в обновленном составе. Его покинул экс-глава факультета повышения квалификации и переподготовки кадров для вузов Дмитрий Темников в связи с переназначением на должность руководителя вновь созданного Центра повышения квалификации и переподготовки научно-педагогических кадров. Ученый совет утвердил новые списки претендентов на представление к званиям от доцентов до профессоров. Кроме того, совет принял решение об увековечении памяти заслуженного деятеля науки Татарской автономной Советской Социалистической Республики, выдающегося ученого-процессуалиста и теоретика права Фаткулина Федаи. А далее был рассмотрен вопрос о назначении научным руководителем всего математического блока КФУ проректора по образовательной деятельности Дмитрия Таюрского. Проректор поднял вопрос о переименовании профиля подготовки информационной безопасности автоматизированных систем. Это делается для того, чтобы привести название в соответствие ГОСТу. Такая практика наблюдается во всех вузах страны. В 2016 году был утвержден вопрос о направлении информационной безопасности, где написано, чётко какие профили могут быть представлены. Никакого там своего лица быть не может. Это один из немногих в ГОСТу, где профили прописаны заранее. При этом напомним, что Дмитрий Альбертович решением ученого совета также получил научное руководство над институтом физики. Дмитрий Альбертович назначил научную руководитель трёх математических институтов. Ну и в этом случае, наверное, с нашим институтом будет там более тесная связь у математики. Второе – нет. Пока конкурса заведующей кафедрой нет, его отменили до того, как они пройдут в аттестацию по корпоративному университету. Далее ученый совет обсудил реорганизацию в набережной Челнинском институте КФУ. С 1 июля 2017 года там будут организованы высшая инженерная школа и высшие школы экономики и права, которые объединят профильные и вспомогательные направления подготовки. Разговор идёт о том, чтобы прекратить или минимизировать дудрирование между Казани, набережными Челнами и Лабугой, значит, начать позиционировать наш эфириал по своему непосредственному назначению и постараться каким-то образом оптимизировать этот долг и ориентировать его на решение непосредственно задачи по подготовке инженера. Затем ректор вручил знаки отличия тем, кто был удостоен наград и почётных званий в университете. Учёный совет, большой учёный совет, это большое событие и большая честь быть членом учёного совета. Вот сегодня я для себя выделила, например, что есть у меня в нашем лицее работники, которых давно уже пора поощрить, и они достойны присвоения знания, звания заслуженный работник Казанского федерального университета. Кстати, во время заседания утвердили и новые списки, представленные к университетским, республиканским и федеральным званиям и наградам. Вскоре Казанский федеральный будет представляться на выдвижении к заслуженным наградам новой плеяды своих сотрудников. Аделья Шмилова, Андрей Багутенов, Универ-Ньюс. В наше время невозможно представить себе человека, не знающего о творчестве замечательного поэта Евгения Евтушенко. Его пронзительные произведения Казанский университет, Бабий Яр и многие другие не могут оставить равнодушными людей, независимо от их социального статуса и национальности. 1 апреля не стала Евгения Евтушенко, последнего из плеяды поэтов-шестидесятников. Ему было 84 года. История наша сплошное кочевье На шаре земном ненадежном ковчеге И мы устоим ли на зло мизантропом В проверку потопом? Такая сила и особая энергетика может быть только у великих творцов, читающих свои произведения перед любящей их публикой. Евгений Евтушенко – автор самой знаменитой фразы «Ушедший в народ». Поэт в России больше, чем поэт. Его выступления собирали стадионы, а его поэзию стали называть эстрадной. 1 апреля 2017 года ушел из жизни поэт Евгений Евтушенко. Его уважают за то, что он настоящий, очень честный гражданин. Он никогда не боялся писать о том, что он думает, раскрывать свои взгляды, свои идеи, свои мысли. И то, что он был очень смелый человек, это безусловно. С Казанью Евгений Евтушенко связывает давняя дружба. В 1969 году он изучал историю города. В казанских музеях и архивах встречался с очевидцами исторических событий в университете. И впервые читал стихи в легендарном актовом зале Казанского университета. Давний друг Стелла Писарева с улыбкой на лице вспоминает все встречи с классиком советской и российской поэзии. Он готовился к созданию этой поэмы «Казанский университет», потому интересовался всем, что касается истории республики. У меня даже сохранилась фотография, я ее принесла, где мы вдвоем с ним в государственном музее. И с его автографом даже на обороте. Эта поэма своего рода учебник по истории университета и Казани того времени. Исторические события помогли молодому в то время поэту, а потом и многочисленным любителям его творчества лучше понять современные проблемы. О чем бы мы ни говорили, на какие вечера бы памяти ни проводили, как-то всегда звучала поэма «Казанский университет». За время его творческой жизни было издано более 130 книг, а его произведения читают на 70 языках мира. В Казанском федеральном университете Евгения Евтушенко чтят как великого советского и российского поэта, так и почетного доктора КФУ. Елизавета Евтифеева, Ленарда Валитяров, Универньюс. В Казанском университете завершилась Всероссийская научная конференция учащихся имени Лобачевского. В течение трех дней школьники со всей России защищали свои работы и исследования перед учеными-специалистами КФУ. Кто все-таки смог удивить жюри и стал лучшим, узнаешь в следующем сюжете. В культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошло закрытие второй Всероссийской научной конференции учащихся имени Лобачевского, где наградили призеров и победителей конференции разных секций – химия, физика и астрономия, математическое моделирование, информатика и многих других. Оценивать работы учащихся представилась возможность ведущим ученым и специалистам Казанского федерального университета. Нам очень понравились проекты, которые были представлены в нашей номинации. Мы поэтому выделили даже ребят, кому мы подарили собственный приз. Они, во-первых, сделаны были на очень высокопрофессиональном уровне, а во-вторых, они полностью находятся, совершенно неожиданно, полностью находятся именно в той области исследований, которую ведут наши ученые. Это интернет вещей, умные дома и безопасность интернет вещей. В части в конференции традиционно приняли учащиеся 8-х, 9-х, 10-х и 11-х классов различных учебных заведений России. На конференции школьники представляли и защищали свои проекты исследования по разным областям. У нас тема была в области разработки более удобного способа для ингаляции, для ингаляционного метода. Наш лекарственный препарат плохо растворим в воде, и мы сделали так, что его засунули в другое вещество, которое хорошо растворим в воде. И в итоге у нас получилось более эффективное лекарство. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюз. На этом наш выпуск новостей подошел к концу. С вами была Аделья Шамилова. Не переставай быть в курсе последних событий и не забывайте, мы видим все. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова